Дом номер 58 по Пензенской снабжают теплом новые трубы. Совсем недавно во дворе заменили больше километра квартальной теплотрассы, которую в течение 30 лет ремонтировали только частями. На объекте трудится 35 человек и 14 единиц спецтехники. Рабочие завершают монтаж перекрытий. Новые трубы утеплены пенополиуретаном, поэтому им не страшны минусовые температуры. Такой способ изоляции применяют и для труб, которые находятся на улице круглый год. Кроме того, в изоляции проходит специальный медный провод с датчиками, которые в случае экстренной ситуации помогут определить место повреждения трубы с точностью до метра, что существенно сократит время устранения аварии. В последующей эксплуатации это очень удобно с точки зрения, если его вдруг какая-то другая организация проводящая замена работы повредит или если вдруг там произойдет какое-то повреждение стальной трубы, соответственно сигнал сразу поступает в диспетчерский пульт и можно в свое время отреагировать и не искать очень долго повреждения, а уже прям точечно определить это место повреждения и раскопать и устранить в вращающий срок. Теперь на участке осталось провести благоустройство, вновь засыпать траншеи, восстановить тротуары и газоны. Срок перед подрядчиками поставлен конкретный – две недели. Такие даты назвала глава Самары Елена Лапушкина, которая провела на объекте выездное совещание. Все сделали, надо как можно быстрее уже восстанавливать красоту, которая здесь была. Договорили, что определен подрядчик, в ближайшие дни приступаем к обратной засыпке этих траншей, и я надеюсь, через две недели здесь будет полностью установлен весь этот объем работы. Другие участки, где также стало завершить благоустройство, тоже на контроле у городских властей. Всего в этом году заменили городские трубы на 23 участках общей протяженностью более 20 километров. В предыдущие годы перекладывали 10 километров. Несмотря на внушительный объем и работ, все жители получили тепло вовремя, до наступления холодов, раньше, чем положено по климатическим нормам и до официального старта топительного сезона в Самаре. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.